Зелёная экономика Гонки на картах Город принимает республиканское соревнование техноспорт Кто колесит за Бобруйск? А также сезон отпусков, полный тариф и золотая рыбка Апрель принял жизнь белорусов целый список изменений Что стоит знать? Билет в будущее Дан старт разработки стратегии устойчивого развития города На ближайшие 15 лет Каким будет Бобруйск к 2035? Все подробности у Максима Кембеля В Бобруйске собрались лучшие умы со всей области На повестке разработка стратегии устойчивого развития города До 2035 Перспектива хоть и далека, но уже сегодня нужно строить планы на завтрашний день Уверены участники форума Разработка этой стратегии будет, безусловно, осуществляться не на протяжении недели Это достаточно глобальная задача, которая будет осуществлена в ближайшие, ну скажем, год, полгода Промышленный потенциал и природные ресурсы Основные локомотивы развития города подчеркивают экономисты Но сегодня мало ими обладать, нужно грамотно пользоваться К этому добавляют зеленую экономику Именно она должна стать тем самым эволюционным шагом к достижению высоких показателей Это циркулярная экономика, это безотходное ресурсоэффективное энергосберегающее производство Это те сферы, в которых максимально приближенные инструменты практического перехода к зеленой экономике Которые могут быть реализованы на предприятиях города Бобруйска Рывком для своего рода мозгового штурма послужила разработанная стратегия устойчивого развития Могилевской области Более того, восточный регион в этом плане стал первым во всей стране Бобруйск имеет настолько свой уникальный потенциал И экономический, культурный, и демографический, интеллектуальный Что, наверное, он может разрабатывать стратегию самостоятельно Реализовывать по тем приоритетам, которые есть в городе Огромное внимание уделяют развитию туризма, в частности, агро Отсюда импульс получит торговля, логистика, бизнес и в целом экономика Так вот, и задача того, что сегодня происходит Попытаться найти те варианты, которые бы позволили Бобруйску стать примером города Который развивается на принципах устойчивого развития Воплощение в жизнь стратегии устойчивого развития – дело не сегодняшнего дня Это проект на перспективу По мнению специалистов, достижение планов – задача не только руководства города, но и каждого его жителя Максим Кембель, Андрей Богдан, Бобруйск, 360 И вновь непотушенная сигарета стала вероятной причиной трагедии в Бобруйском районе На этот раз смертельное пламя унесло жизнь пенсионера С места ЧП Виктория Полевко Этот пожар в деревне Старинки случился без малого в 7 вечера Ани Ланом заподозрила соседка пенсионера Сначала почувствовала едкий запах, затем увидела клубы дыма До последнего не могла поверить в происходящее Картина, словно кадры триллера С дома выхожу и дым такой вот с крыши Я кричу парни, толик горит Только молилась, господи, спаси, потому что мгновение А потом огонь как дал И дым, и все на нашу сторону Сюда вот это не передать, не рассказать, что пережили Затем все как во сне Звонок в службу МЧС и чайные попытки жителей потушить очаг возгорания Но этого оказалось недостаточно Обрушившаяся конструкция, высокая температура и плотный дым С такой картины столкнулись спасатели, когда прибыли в дом Внутри находился пенсионер, уже без признаков жизни Погибший, уверяют соседи, злоупотреблял спиртными напитками В доме, от которого сейчас остались лишь угли Не было ни света, ни тепла Все коммуникации отключили за неуплату В результате пожара уничтожено перекрытие Кровля, повреждено имущество, закопчены стены Вероятной причиной такого пожара могла стать незатушенная сигарета Промедление еще на несколько минут И подгоняемое ветром пламя перескочило бы на ближайшие деревянные строения Для жителей деревни этот огненный урок стал напоминанием О важности безопасности и ценности человеческой жизни Виктория Плевко, Максим Гленко, Бобруйск, 360 В нетрезвое поведение в Школовском районе задержан пьяный водитель БМВ Во вторник около 8 утра вблизи агрогородка городец Экипаж ГАИ обратил внимание на автомобиль, который двигался по центру дороги Инспектор подал сигнал об остановке Иномарка припарковалась Проверяя документы, стало очевидным, что мужчина употреблял Алкотест показал наличие 3,6 промилле алкоголя Не прошло и года, как горе водитель уже привлекался к ответственности И был лишен прав за вождение под градусом Обновленные секонд-хенды, почтовая связь и онлайн-талон В общественном транспорте теперь можно купить электронный проездной Как? Громкие заголовки дня далее в специальном обзоре Март продлевают регулирование цен на социально значимые товары В списке свежемороженая рыба, мясо, молоко и молочные продукты Сахар, гречка и другие товары Как отмечают в ведомстве, действия направлены на обеспечение доступности продуктов для населения Изменения действуют до 29 июня Белпочта повысила тарифы Увеличилась стоимость на пересылку мелких пакетов назначения в Австралию, Канаду, Мексику и США А также на пересылку посылок и отправление международной ускоренной почты ЕМС К слову, теперь можно получать почтовые отправления с помощью СМС-кода Без предоставления паспорта и заполнения извещений Ограничения на лов рыбы действуют в большинстве регионов Беларуси Во время нерестового запрета рыбачить можно только одной удочкой с одним крючком с берега и в светлое время суток Нарушителям грозит штраф до 870 рублей Ограничения постепенно начнут снимать с середины мая В апреле будет пересматриваться список трудоспособного населения, которое не занято в экономике Если у того, кто попадет в их число собственностей жилье, то уже с 1 мая придется платить по полным тарифам не только за горячую воду, но и за газ и тепло Самолеты из Беларуси в Россию и обратно будут летать чаще Страны с приближением периода отпусков начинают постепенно ослаблять ковидные ограничения С апреля добавлено еще по одному рейсу между Минском и Калининградом Плюс до 30 октября самолеты будут летать по летнему графику В апреле в Беларуси планируют запустить программу по массовой вакцинации населения от коронавируса Каждый желающий сможет сделать прививку в поликлинике по месту прописки Для населения будут доступны вакцины российского и китайского производства Ранее прививки делали только медикам и педагогам В общественном транспорте для оплаты проезда теперь используются и электронные билеты На первом этапе новые виды квитков доступны на определенное количество поездок при оплате через программу ТИКС Оплачивая через систему оплати, пассажиры смогут кроме разовых талончиков получить проездной на месяц Секонд-хенды начнут торговать по-новому Теперь не допускается продажа в одном объекте бывших в употреблении вещей и новых меховых изделий Обуви, швейной и трикотажной одежды Вещи должны быть надлежащего качества, но без ярлыков Ценники в магазинах будут оформлять по-новому Исчезнут кричащие ярлыки на акционные товары Их приведут к единому виду Информация об акциях не будет прописываться крупным шрифтом Фигурное вождение Бабаруськ принимает республиканскую спартакяду по техническим видам спорта Об экстремальном хобби Ольга Васенда Даниилу Шарай всего 11, а у него уже есть личное авто Правда, пока его карта колесит исключительно на гоночных трассах На первых порах, вспоминает пилот, ездил медленно Спустя время темп ускорил Помогли регулярные тренировки В картинге мальчик два года Ну, я думаю, занять хоть какое-нибудь место призовое Меня поддерживают, делают мой кар более быстрым Чтоб он ездил быстро очень И чтоб я занимал какие-то места На площадке у Ледового дворца собрались свыше полусотни картингистов Возраст от 6 до 16 Географии участников Минск, Гомель, Гродно, Могилев, Витебск, Брест Бобруйск представляют семь гонщиков Сегодня мы проводим сейчас тренировки, брифинг И после брифинга пройдет у нас соревнование для личников Поскольку погода нас позволяет Хотя запланировано на завтра все соревнования Но проведем первую такую часть соревнований сегодня Чтобы было, приехало очень много участников Мы не ожидали такого количества Очень приятно Здесь любители драйва на протяжении двух дней будут состязаться в фигурном вождении За касание фишки – штрафные баллы Движение нужно выполнить с ювелирной точностью Впервые в Бобруйске проходит первый этап Республиканских соревнований по картингу Которые организованы и проходят в рамках 19-й спартакиады Учащихся по техническим видам спорта Для нашего города и для нашего учреждения Это огромная честь принимать такие серьезные и ответственные соревнования От такого хобби, помимо адреналина, одни сплошные плюсы Озы вождения и как бонус изучение строения автомобиля К слову, экстремальное движение сейчас популярно Как среди детей, так и молодежи Ну а 29 апреля в Гомеле пройдет уже второй этап спартакиады А пока следим за итогами гонок Ольга Васенда, Андрей Богдан, Бобруйск, 360 Новый дом и новые возможности В многофункциональном комплексе Минскволд Начало продаж квартир в новом доме Он называется Бора-Бора и расположен в квартале Тропические острова Рядом с центром, метро и основными городскими транспортными артериями И новый стандарт жизни в комплексе, который строят по принципу города в городе Проект Минскволд, самый крупный в Европе И реализуется с опережением сроков Как реализовать мечту и улучшить жизнь в репортаже Новый дом и новые возможности В квартале Тропические острова Старт-продаж в доме Бора-Бора Если кто не знает, это остров во французской Полинезии Райское место для отдыха, а дом отличается комфортом жителей и новыми возможностями Важнейшая доступность Позиция застройщика У каждой семьи со стабильным доходом должна быть своя квартира Застройщик предлагает рассрочку на 100 месяцев, а это более 8 лет И первый взнос за свою квартиру всего 10% Квадратный метр в доме стоит 2260 рублей И это одно из лучших предложений на первичном рынке Здесь большое преимущество в том, что это не 50% от первоначального взноса квартиры Не требует, можно меньше довольно заплатить И подъемные суммы по рассрочкам на 100 месяцев Мы как являемся многодетной семьей, для нас это подъемная сумма Мы не олигархи, не зарабатываем тоже миллиарды Обычные, рабочие Дом для жизни, удобства и бизнеса Здесь речь о коммерческих помещениях На первом и втором этажах торговые и торгово-административные помещения Это кафе, магазины и другие объекты На первом этаже у коммерческих помещений отдельные входы с улицы Высокие потолки более 4 метров Открытые террасы И, что важно для жителей, эксплуатируемая кровля Квартал «Тропические острова» — это самые выгодные цены в многофункциональном комплексе «Минск Уорлд» Все новостройки находятся на этапе котлована, а значит, застройщик предлагает самые доступные варианты Мальдивы, Гавайи, Бали, Фиджи и Барбадос — широкий выбор для любителей горячих тропиков Покупатели говорят, почему остановили свой выбор на этом жилом комплексе Довольно все близко, и железнодорожный вокзал близко, и метро близко Нравится, потому что молодежный он, много детей, садиков и школа будет за домом нашим, поэтому и выбрали наш дом «Минск Уорлд» — это новый город в городе и новый центр Минска с комфортным жильем с современной инфраструктурой 12 детских садов, 8 школ, свободные от автомобилей кварталы, для машин многоуровневые паркинги Первые этажи дому в коммерческие помещения — это объекты торговли и сервиса, магазины шаговой доступности «Минск Уорлд» — это минуты до центра на метро и на автомобиле, и здесь строят важный экономический объект — Международный финансовый центр — это около 10 тысяч новых эффективных рабочих мест и инвестиций с Востока и Запада Архитектура на Международный финансовый центр будет самым высоким зданием в стране Его строят в сотрудничестве с арабскими архитекторами и инвесторами Рядом и новый городской парк, и крупнейший в стране торговый центр «Минск Уорлд» — это реальность, доступная всем, кто работает, ценит свое время и деньги Комплекс строится, и нет повода откладывать решения на потом Квартиры раскупаются на стадии котлована, а на вторичном рынке будут стоить существенно дороже Не упустите свой шанс изменить жизнь к лучшему Это все и события к этой минуте Смотрите нас в интернете и в соцсетях Мы в эфире каждый будний вечер Счастливо! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова